всем приветики ну и пришел момент сделать обзор на эту камеру в общем так вот она выглядит это кстати железная часть оказывается то есть если вот взять магнит то сюда это неодимовый магнит то есть сильный магнит сюда он не прикрепляется это пластмасска же вообще никак а с этой стороны ну вот я просто пальчиками держу за магнитик принципе если у вас есть какая-то железная поверхность вы просто можете к одной поверхности прикрепить магнит неодимовый а к нему с этой стороны прикрепить камеру и она будет у вас так стоять удобно как бы сама камера меня немножко разочаровала потому что она я дал за нее 18 долларов и сразу когда она пришла я радовался но когда я увидел ее качество я расстроился с цена и долларов 8 какие-нибудь снимает очень плохо но 2 мегапикселя это как раньше в старых телефонах было 2 мегапикселя вот как бы ну не очень на телефоне просто посмотреть маленькую картинку в принципе пойдет чтобы увидеть что делается там у тебя дома например но на большом экране на компьютере смотреть 2 мегапикселя это ну там сплошное как бы разочарование так сказать вот сама камера выглядит вот так это ее корпус так она стоит регулируется по туда-сюда эта штука не вертится надеюсь она не сломается сейчас то что я раньше не вертел только вот эта часть поворачивается ну да и зачем она в принципе так ворачивается сама камера ее можно достать в чем плюс то что ее можно реально достать и убрать вот эту штуку и останется такая вот часть и получится что она такая маленькая но не таки удобно вот здесь у нее находится флешка вот сюда вставляется почему-то она у меня кстати с первого раза не определилась я туда вставил и у меня камера не видел флешку и только когда я ее достал отформатировал на компьютере снова вставил только тогда увидела вот здесь находится флешка также есть у нее кнопка резет я ее не нажимал но я так понимаю она сбрасывает все настройки которые ты в ней сделал то что камера запоминает вайф или приложение запоминает ну в общем наверное все заглючит нажимаешь и она сбрасывается вот по бокам защелочки сама камера это светодиодик который светится желтым когда камера подключается синим когда нет камера когда включается и пытается ну когда только включается а синим когда пытается уже подключиться к вайфаю мигает сначала включаешь на желтый мигает потом когда нам пытается уже ну когда включается когда включилась уже готова к использованию и пытается подключиться к вайфаю мигает синим но в принципе когда на синим мигает и если нет вайфая то она уже может записывать движение на на флешку которая происходит даже без вайфая на флешку может записывать а когда подключится к вайфай то горит синим также еще у камеры есть динамик динамик он он там видны такие он прорези и там такая сеточка нигде больше прорези нет а вон там видно и здесь динамик этим громко орёт особенно когда включаешь камеру первый раз орёт громко вообще громко прямо на всю мощность и здесь вот микрофон у неё стоит тоже слышно микрофон некачественный когда очень тихий хотелось бы добавить усиление потому что когда на телефон делаешь громкость на всю вообще не слышал что происходит приходит динамик телефона прямо в ухо вставлять как как наушник чтобы услышать что там вообще происходит хотелось бы добавить громкости на всю. Причем я писал разработчикам, что в приложении, что на самом Алиэкспрессе вообще они игнорят тебя везде, и там, и там. Вон там видны эти, как его называют, просвечиваются светодиоды ночного видения. Ну, то есть, когда наступает ночь, включается ночная подсветка, и вон эти вот светодиоды ночной подсветки видны. Они, кстати, не светятся. В некоторых камерах светодиоды красным горят, но ночи видно прямо, они горят красным. Эти никак не горят. Горит только лампочка. Поэтому я хочу вырвать отсюда лампочку, чтобы она не горела. И динамик вырвать, чтобы она вдруг не заорала ни с того, ни с сего. Потому что она может начать орать, если ошибка какая-то будет. Ну, я когда включал, она реально орала. Вот. И светодиод, чтобы она не мешала. И, в принципе, так вот поставить не у себя дома, а в предбаннике, чтобы смотреть в тамбуре, так сказать, чтобы смотреть за всеми, чтобы камера себя не выдавала, чтобы так вот стояла аккуратненько, и не видно я была в уголку, и не светила, и не говорила ничего. Вот. Сюда подключается снизу еще где тут разъем под зарядник. 2 метра провод, но этого маловато мне. И, в принципе, оно может даже на проводе стоять. То есть, можно куда-то на проводе подвесить. Там в камере в приложении есть режим перевернуть. Изображение на 180 градусов. То есть, оно вверх ногами перевернется. То есть, так оно смотрит обычно. А вот так, вверх ногами есть возможность перевернуть. В принципе, можно вот так вот ее куда-то подвесить. За провод. И она будет так висеть, смотреть. Или можно вот так на провод подвесить. Но, в принципе, провод неплохо ее держит. Она довольно-таки не тяжелая. То есть, подставка даже, наверное, потяжелее будет, чем камера. Так что, в принципе, камеру провод выдержит. Можно на провод просто повесить куда-нибудь, да и все. Но камера греется. Греется камера. Ну, не сильно, но когда приходишь, трогаешь ее. Она слегка такая тепленькая. Чувствуется, что она греется. И зарядник греется тоже. Слабенький, наверное, всего лишь на 1 А. Но, кстати, я когда к заряднику подсоединяю удлинитель на 3.0, то почему-то он меньше греется. А может быть, здесь какие-то... Просто здесь по сравнению с этим проводом провод толстый. Намного толще, как, наверное, 2-3 таких провода. Может, поэтому типа начинает лучший атак проходить. И оно и заряднику легче становится. Он меньше греется. А камера... Ну, с удлинителем меньше греется зарядника. А камера как грелась, так и греется. Вот. Ну, теперь, наверное, можно... Это, в принципе, все, что я хотел сказать. Теперь можно что? Попробовать включить, показать, как оно работает при включении. Ну, вот я камеру уже подключил. Кстати, неудобно. Она так упирается. Ну, почти что согибается здесь провод. Включаем. Загорается желтый светодиодик. Говоря о том, что вот оно пытается включиться. Там что-то щелкает. Типа, да, кстати, когда переключается с ночного режима на дневной, слышно, как оно щелкает внутри. То есть, оно, когда переключается на подсветку ночную, слышно, щелкает. Желтый пепо. Погорел, все. Значит, оно включилось, мигает. Это значит, все. Она уже работает. Но не может подключиться к Wi-Fi. Но, в принципе, она уже должна записывать на флешку все движения. Если флешки нету, то тогда не будет записываться. Тогда оно пытается подключиться к облачному хранилищу, а в облачное хранилище стоит денег. А каждый месяц платить деньги за облачное хранилище. Так лучше флешку поставить и ничего не платить. А когда подключится к Wi-Fi, это он пытается подключиться к Wi-Fi, который сейчас не включен, то тогда синий будет гореть всегда. И все, и так будет работать. Ну, а дальше все действия производятся в приложении. Вот таким вот образом и гатя, этот диодик. В принципе, его я и хочу туда убрать. Отпаять просто. И выпаять динамик. Кстати, по идее, сейчас же оно к приложению не подключено никак. Приложением ты через Wi-Fi подключаешься. Значит, какие-то настройки хранятся в самой камере. То есть, настройки от Wi-Fi, ну, логин, пароль от Wi-Fi хранятся, с помощью которых оно подключается к Wi-Fi. Ну, да, логин и пароль там хранится от Wi-Fi. И оно этим логином и паролем подключается к Wi-Fi. А после того, как подключилось, ты уже можешь через этот Wi-Fi самый, когда оно уже будет в сети управлять камерой. Ну, если сейчас нажать через Reset, то, в принципе, они все эти настройки удалятся. Ну, вот. Настройки удалились, все. Оно уже не знает Wi-Fi. Правда, я нажал не один раз. Я один раз нажал, не отреагировал, а раз пять нажал, наверное. И вот оно говорит, что-то... Что-то сказала. Да, вот так вот, когда включаешь, оно все орет Оно, типа, говорит «Добро пожаловать в UI Home Camera ожидание соединения». То есть, «Добро пожаловать, ожидаю соединения». И будет повторять так постоянно, пока не соединится с Wi-Fi. Ну, а дальше вы... «Ожидает соединения». Дальше вы через приложение соединяетесь. Ну, и, собственно, задаете настройки, и оно работает. Ну, а дальше вы запускаете приложение UI Home. Оно, к сожалению, работает только с одним приложением. И в UI Home... Ну, здесь уже как бы есть камера добавленная. Но оно, по идее, сейчас не работает, потому что я нажал «Розет». Дальше вы просто... Нужно подождать, пока оно подключится. Вот оно сейчас включается камерам. И нужно, типа, добавить устройство. И вы добавляете, выбираете. Можно либо просканировать сзади код, либо выбрать просто, как я выбирал, UI Home 1080p. И оно спрашивает «Вы слышали Waiting to Connect?» «Я слышал». И оно почему-то спрашивает мое местоположение, «Зачем?» Мне вот это вот не нравится, что оно хочет знать, где я. Мне это не нравится. Но, тем не менее, оно обязательно хочет, чтобы ты был подключен. Дальше вы вводите название Wi-Fi и пароль. Но у меня в приложении уже должно быть. Поэтому вот они есть. «Connect». Дальше вы просто подносите камеру к этому QR-коду, просто чтобы она запомнила данные. «QR-код скан is successful». Все, я направил, получается, камеру. Вот, оно уже нашло. Я, получается, объектив камеры направил на этот QR-код. И оно отсканировало его и запомнило данные. Оно запомнило логин, пароль, и теперь можно нажать «Далее». Все, теперь оно подключено. Видите, имя устройства? Ну, пускай остается такое же. Хотя, можно выбрать уже готовое прихожее. Ну, по идее, да, оно у меня будет в оригинале в прихожей стоять. Закончить. Теперь следующий этап. Идем дальше. По идее, все, оно камеру нашло сейчас. Оно предлагает купить... Купить этот, как он называет, облачное хранилище, но оно нам не надо. Так. А дальше? Дальше. Вот, по идее, ваше камеро-устройство. Прихожая. Сейчас я нажму. Ну, вот. Сейчас можно увидеть мою камеру. И вот оно. Я сижу здесь. Вот оно все. То есть работает. Вот я только что здесь снимал. Как бы, да. И здесь что мы видим? На данный момент в камере. Что? Можно видны события, которые происходят. То есть движение или какой-то громкий звук будет здесь в качестве вот где нет событий отображаться событиями. Также можно вот перевести в режим маленького окна и лазить по приложениям, при этом видеть, что делается в камере. Можно включить звук услышать. Двойным нажатием увеличивается, уменьшается. Можно даже растянуть, вот нажать и растянуть, уменьшить. Один раз нажимаем на, на этом, на изображении появляется шкала. По шкале видно, что когда происходило, и можно перемотать. И оно даже увидит записи, которые были в камере. Ну, просто я их давно сделал записи. Последний раз камера включалась дня 4 назад. Это надо долго мотать. Но так на шкале будет видно там, что, например, например, в 7 утра там было какое-то... Тогда, ну, когда движение было, здесь такие красненькие, о, рисочки эти вот красненькие будут. Вот, и поэтому... Вот, вот, оно уже увидело, это запись. Когда я вот только что делал обзор камеры без Wi-Fi, оно вот как раз-таки успело на карту записать. Даже без Wi-Fi. Вот оно красненькое, но я не буду показывать, потому что там я все подряд снимал как бы, поэтому не хотелось бы показывать. Один раз нажимаем, шкала убирается. Можно либо сказать в камеру, вот нажимаем. Раз. Это уже с камеры было слышно. Звук. Это мы слышим, что происходит. То, что слышит камера. Вот, эта камера так меня слышит. Дольки не очень. Потом изображение фотоаппаратика, если это скрин сделать, и камеры. Нажимаем, идут записи на флешку. Останавливаем. Здесь можно выбрать HD. Так, стоп, не-не-не. О, даже здесь записи видны. Ну-ка. Нажимаем. А куда я нажал, что записи были видны? Я даже не знаю, как здесь записи так посмотреть. Ну-ка. Это, наверное, мы записываем, останавливаем. И оно показывает, типа, альбом. Я вот этого, насчет этого даже не знаю, где оно сохраняет, не сохраняет. Да, нажимаем записать. Потом посмотреть альбом. И оно показывает все записи, которые есть в альбоме, на телефоне. Да, оно записано не на флешку, оно записывает движение, а запись по кнопке оно записывает в телефон. Здесь еще можно выбрать, в каком качестве. HD, не HD, камера будет показывать, по-моему, вам. А записывает она всегда в одном качестве. Ну, а дальше что? Дальше настройки. Настройки включить и выключить камеру. Но если вы выключили камеру, и она еще подключена, вы можете ее включить без проблем. Но если вы ее выключили и отключили от Wi-Fi, потом она долго включается. Настройки камеры есть. Индикатор состояния. То есть... А, индикатор состояния, то есть он лампочку включает и выключает. То есть, в принципе, даже можно... Я, честно, я даже сейчас узнаю то, что не знал. Можно, в принципе, нажать на индикатор состояния, и погаснет лампочка. Она у меня всегда горела синим, я нажимаю выключить, и все, она уже не горит. То есть ее даже не надо выпаивать. Отлично. Также можно перевернуть изображение. Оно будет вверх ногами, получается. Вот, вверх ногами изображение стало. Ну, то есть вот мы смотрим, и оно сейчас вверх ногами. Довольно-таки удобно. То есть, если камеру повесить вверх ногами, то можно перевернуть, и все будет нормально. Потом, настройка камеры еще есть что? Излучатель ночного видения. То есть, будет ли включаться ночное видение или не будет. Можно выключить, если, например, у вас камера всегда стоит в светлом помещении, и тогда не будет включаться ИК-излучатель. И, соответственно, камера не будет щелкать. Микрофон можно отключить, чтобы оно лишний раз не записывало ничего. Но у меня ИК включен, и микрофон мне тоже нужен. Часовый пояс выставляется. Режим звонка — это как вы будете говорить. Типа, когда нажали, или когда вы нажимаете, вы только говорите, а не слышите. Либо громкая связь, вы когда нажимаете и слышите одновременно. Ну, и даже можно обновлять версию. Вот. Настройки мы уже посмотрели. Планирование. Когда камера выключена, рекомендуется создать пароль для защиты. Ну, я пароль не назначал, мне он не нужен. Поделиться. Вот делиться. Реально я делился. У меня сейчас приложение стоит UI Home. И здесь я смотрю, а есть еще какое-то приложение другое. Хотя, по-моему, даже можно UI Home поставить. Или не UI Home. Но я, в общем, другое ставил, которое они здесь предложили. И там можно было посмотреть камеру, но нельзя было ее настроить. Можно также было вот посмотреть, послушать, что там делается, сказать. Но в настройке, когда заходишь, там вообще ничего нельзя было сделать, по-моему, только переименовать. Но переименуешь ты лично у себя на устройстве. И все. Движение. Ну, все настройки, я так понимаю, сбились. Нужно включать. Движение у меня было включено. Настройка области. Вот здесь задаешь область, в которой, когда будет происходить изменение изображения какие-то, вот тогда оно будет выдавать оповещение. Человек, чтобы она, да, узнавала чувствительность, я ставил высокую, чтобы она максимально быстро реагировала. Но, кстати, оно не максимально быстро реагирует. То есть записывает оно все, но оповещает только через какое-то определенное время. То есть оно 6 секунд движения записывает в облако бесплатно. И тебе эти 6 секунд показывает, но после того, как оно тебе показало, идет, типа, перезарядка. Как, типа, перезаряжает, как будто патрон какой-то. И, типа, там 2 или 3 минуты оно перезаряжается, охлаждается, как они правильно называют. И только потом может к тебе прийти оповещение о том, что, ну, пришел человек. А на камеру все всегда записывается. И можно включить звуковое оповещение тоже. Если будут громкие звуки, типа, то оно сразу будет... Я ставил пониже, то есть чтобы на любой звук реагировало. Хотя здесь микрофон очень плохой. Частота оповещений тоже почаще. Я так делал. График 24 на 7, да. Ну, все. Защиту пин-кодом я не ставил. Съемка обнаруженной активности. Видео будет сохраняться только при обнаружении активности. Ну, все. Видео, получается, сохраняется при обнаружении активности. Я не знаю, что будет. Если выключить, может быть, всегда будет сохраняться. А может, вообще не будет сохраняться. Ну, насчет этого я не знаю. Ну, и карта. Здесь можно карту посмотреть. Сколько она здесь свободно осталась, можно отформатировать. Но посмотреть, что на карте храниться нельзя. Можно только... Можно только что сделать. Ну, у меня стоит съемка обнаруженной активности. В принципе, зачем мне снимать просто так флешку засорять, когда можно снимать только то, что действительно необходимо. Ну, и... Что еще? Как посмотреть, что... Здесь у вас, собственно, дальше вот так выглядит ваше устройство. Все будут... Система безопасности. Я не знаю, что это такое. А вот устройства, все, которые вы добавили, будут видны здесь. У меня одно устройство только. И здесь вот видно, собственно, облачко. Это то, что в облаке хранится. У меня облака нету. Вот, потом что еще? Это уведомление о том, что вот обнаружен человек, обнаружен необычный звук. Вот так и будет приходить уведомление. И, собственно, когда вы посмотрите, вам будет показываться 6 секунд. И здесь типа она услышала какой-то звук необычный. И, собственно, мой голос, видимо. И здесь вы можете вот смотреть по датам. Таким образом вы смотрите то, что у вас охрененно в облаке. А то, что на флешке вам нужно заходить именно вот на саму камеру, выбирать. Выбирать шкалу и на шкале находить моменты. Там, где вот красное, это то, что оно сняло. Это вот то, что оно засняло, какие-то моменты. То, что там было разговор, это движение, вот камера трясется. Но удалить их, по-моему, я не знаю, нельзя, наверное. Или, ну, или только флешку отформатировать и нажать через камеру. Счет этого я пока что не знаю. Выдавление, собственно, можно отсюда смотреть. Облако недоступно. Еще есть установки. А, еще самое главное. То, что вы, когда входите в приложение, в приложение вам надо зарегистрироваться. Просто я скачал и зарегистрировался. А вам еще нужно будет зарегистрироваться. И здесь у вас, кстати, вот есть дома и нет на месте. Пока у вас стоит дома, оповещение вам не будет приходить на телефон. Только когда ставите нет на месте, выбираете, какую камеру нужно отслеживать. И тогда вот оно включает оповещение. И вот теперь уже загорелось красненьким, что есть оповещение. Вот они. А если не включено, то оповещать вас не будет. То есть, когда вы уходите, нужно нажать нет на месте, чтобы вам приходили уведомления. Но уведомления не приходят, если стоит звуковое уведомление. У меня почему-то, когда стоит звуковое уведомление, не работает уведомление. А когда ставлю системное уведомление, тогда уведомление приходит. Ну, а здесь дальше что? Электронная рассылка. Там что-то акции, регионы выбирается, программное декадирование. Я ставил, чтобы улучшать качество. Ну, рассылка, собственно. Можно от нее отписаться. Что такое скрин промоушен, я не знаю. Не трогал. Обновление для приложения, видимо. Это идут настройки пользователя. Задавая вопрос об устройстве, тоже можно здесь посмотреть. Обновить по вручную. Но здесь это... Оно пишет, что для тех устройств, в которых нет карт памяти. Но у меня есть, поэтому я не трогал. Ну, магазин, я не знаю, что там. Там я особо не лазил. Но, видимо, что за деньги предложат распознавание лица. Ну, здесь, короче, в основном я не лазил здесь. Я лазил в самой камере, получается. Вот. Оно вот так вот будет срабатывать, что тревога сработала, когда голос или камера трясется. И тогда вы просто нажимаете «Смотреть подробности». Я заставлю системное уведомление, тогда уведомление не приходит. Вот. А то она увидела голос, нажимаете «Стоп». И оно убирает тревогу. То есть я вот пользуюсь таким режимом, что смотрю камеру, захожу в «Настройки» сюда. Если надо, что поменять, захожу в «Уведомления». И здесь еще настраивал. В настройках пользователя. И все, собственно. Галерея — это то, что у вас на телефоне фотографии и загруженное видео. Дома нет на месте. Вы выбираете, что отслеживать. Уведомления. Это о том, что в ваше приложение кто-то входил. И все. Настройка обмена данными. С кем вы поделились. Ну, я один раз делился. Как-то проверял, как это работает. Ну и... Ну и, собственно, на этом все. Так выглядят все настройки. Получается, камеру мы с вами осмотрели. Здесь тоже все настройки осмотрели. Ну и вот, собственно, все. Получается, что все настройки мы осмотрели с вами в приложении. Камеру тоже с всех сторон смотрели. Настройки приложения осмотрели. В принципе, теперь вы полностью знаете, как выглядит камера, что у нее имеется, как она работает. И все настройки тоже осмотрели. На телефоне. И даже я для себя открыл новую настройку, в которой я даже не лазил, пока не начал снимать видео, что, оказывается, этот индикатор можно выключить. Это называется индикатор состояния. И тогда он не будет себя никак выдавать. В данный момент камера работает, снимает. Но индикатор не горит. И это круто. То есть, мне, получается, не нужно будет его выковыривать. Можно его просто отключить, и все, кнопочка. Удобно, кстати. Оно тогда будет стоять, и никак не будет себя выдавать. Потому что оно вот так прямо светит, как фонарь такой прям яркий. Яркий. Особенно ночью. Вот она может не особо, но ночью она прям ярко, аж сразу в глаза бросается. Или даже если вот на балконе где-нибудь поставить, или на окне, ночью хорошо будет видно, что какой-то синий фонарь светит. А так, выключил, и все, и не видно. Единственное, что динамик, главное, чтобы не заорал. Но, по идее, он орет самый первый раз, когда подключается. А потом, даже если Wi-Fi соединение пропадает, оно просто мигает. Индикатор. И все. И ничего не говорит. И пишет на флешку. А если индикатора не будет, то, по идее, оно не должно говорить. Хотя, я не знаю, может быть, там есть какие-то ошибки. Типа, если она жестко заглючит, вдруг она начнет там пищать или еще что-нибудь. Будет не очень. Еще бы динамик как-то отключить, чтобы она не говорила тоже. Тоже вот такой бы кнопочкой было бы удобно. Ну, а так, собственно, на этом все. Вот она. Вот она вся камера, какая она есть. Так, вот она и работает. Ну, думаю, кстати, что такой маленький глазок. Я такой и хотел. Чтобы можно было поставить в тамбуре и видеть, что там делается. И тем более, без индикатора вообще круто. Если не будет говорить, просто так в уголке будет стоять. Под потолком в уголке вообще не видно. Вот. Так что, довольно-таки такая прикольная штука. но еще мы не посмотрели качество записей. Качество записей оставляет желать с лучшим. То есть на телефоне смотришь, вроде бы нормально выглядит. Но именно... Хотя и на телефоне, вот когда движение есть, видно, что пиксели идут. Когда без движения, просто он стоит ровно смотрит. Вот когда сейчас мы смотрели на телефоне, и было движение, видно было, что сильно пикселится. Без движения, когда он просто ровно стоит, ну, более-менее нормальная картинка. Но когда начинаешь увеличивать на телефоне, или смотришь на компьютере, это ужас. А ночная картинка, это вообще такой ужас. Так, дневная картинка 2 мегапикселя, а ночная вообще, наверное, 0,3 мегапикселя. Там вообще ужасно смотрится, даже на телефоне, а на компьютере тем более. Вот сейчас можно будет посмотреть записи с компьютера, как выглядят записи с флешки, которые есть здесь на компьютере, и что видно было, как это вообще выглядит все на самом деле. Какого качества видео в этой камере. И, честно говоря, мне было жалко, когда я за 18 долларов купил, я радовался. Но когда посмотрел ее качество, я расстроился. Цена ей, ну, долларов 10 максимум, ну, не 18. Ну, что-то жалко мне было этих денег, которые я за нее заплатил, честно говоря, когда я увидел качество. Но, наверное, там все такие камеры. У нас, тем более, камеры стоят намного дороже, чем 18 долларов. Ладно, записи сейчас можно посмотреть будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот! Сейчас можно увидеть мою камеру! Вот оно! Я сижу здесь! Вот оно все! То есть, работает! Вот я только что здесь снимал! И здесь, что мы видим на данный момент в камере, что можно... Видны события, которые происходят, то есть, движение или какой-то громкий звук. Вот здесь, в качестве, где нет событий, отображаться событиями. В данный момент я нахожусь на этапе монтажа этого видео. И хочу обратить внимание на то, что каждое видео записано идет не больше минуты. То есть, эта камера может записывать максимум минуту. И там все-таки есть режим постоянной записи. То есть, убираешь галочку «Записывать передвижение» и оно записывает постоянно. Ну, а параметры выглядят вот так. То есть, оно записывает максимум минуту. Битрейт не особо большой. Он обычно прыгает там от... Если нет движения, то здесь 600 где-то. Если есть движение, то... Ну, 1400, если там сильно много движения. Кодеки. Здесь mine... Не кодеки, а профиль. Главный — L3. Третий уровень. ВПС постоянный. Когда пишет на флешку камера, когда пишешь через приложение на телефон, то он переменный. То есть, видно, что не сильно качественно. Если стало что непонятно, видео 2. Типа, что 1, 2. Там уже вроде только одно видео. Вот. Или этот контейнер содержит 2 видео, что-то как-то... Я только сейчас это заметил, кстати. Ну и звук тоже. Один канал моно. И... Качество видно, что тоже не очень. 33 всего лишь килобит в секунду. Хотя бы 128 было. Или чтобы можно было самому выбрать. Я бы вообще тогда поставил 320. Потому что звук тоже важен. Такие вот параметры самого, так сказать, внутреннего наполнения файла. Это один файл. Можно глянуть другой. Там будет то же самое. Абсолютно. Только я смотрю здесь видео с меньшим размером. Одно видео Full HD, а другое с меньшим размером. То есть оно в один файл два видео пишет. Получается, что так. Но все они по минутке идут. Вот. И все они небольшого битрейта. Всего лишь мегабайт. И звук тоже очень плохой. Всего лишь 30 килобайт в секунду. Вот. Такие параметры внутри самого файла. Получается, что камера пишет в видео две видеодорожки. Лучше бы писала бы одну дорожку, но более качественную. То есть вот видно видео в виде дорожки и две дорожки. Запускаем вторую. И появляется окошко поменьше. То есть вот это и есть Full HD. А второе окошко это уже как раз таки второе видео. Здесь видно качество поменьше. Оно все такое расплывчатое. Если его убрать, то видно, что тут качество получше. Но если сравнить экран. Этот полный. И этот, то видно, что первая дорожка по качеству не будет, чем вторая. И при этом она аж тоже место занимает эта дорожка. Первая берет битрейт тысяча четыре... Нет, стоп. Первая берет битрейт сколько? Тысяча. А вторая дорожка берет битрейт 300 килобайт в секунду. И вместе они берут тысяча тысяча четыреста. Это тот момент, когда ты на камере можешь выбрать качество. То есть ты в самом видео выбираешь. Оно две дорожки пишет одновременно. Ну вот такое вот качество. Собственно, вы все видели сами. И понятно, что оно вообще не очень. Особенно ночная съемка там, какое-то мыло. А звук, так это вообще отдельная тема. Его практически не слышно. Я в плеере и у меня есть возможность на 200 сделать громкость процентов. Тогда хоть что-то начинает быть слышно. Так еле-еле еще там слышно. Звук это вообще ужасно. Микрофон здесь вообще никакой. Поэтому... Ну, эту камеру я поставлю более как для того, чтобы за видео наблюдать в небольшом пространстве. Тем более, что ночная съемка в комнате вот оно стоит. Оно даже не всю комнату охватывает. То есть, то, что рядом, более-менее нормально освещает вот эти вот как бы ночные светодиоды. А то, что чуть подальше, там уже балкон, уже слабо видно. Вот. Ну, в принципе, для тамбура, для маленькой комнатки пойдет. И хочу еще одну камеру заказать, но другую точно не такую. Эту я брал именно из-за маленького размера. А теперь, когда я знаю, как она работает, такую я уже не хочу брать. Тем более, она без скидки там вообще 100 долларов у них стоит. Кого со скидкой там 40 процентов, там долларов 40. И только со скидкой 70 процентов, там 18 долларов. И то 18 за такую камеру, мне кажется, дороговато. Поэтому хочу взять другую уже для дома. Это я брал для тамбура. Хочу взять для дома, которая еще будет иметь возможность поворачиваться. Ну, хочу попробовать еще, ну, посмотреть, как там будет качество видео. И как качество звука будет. Но, с другой стороны, то, что у нас камеры для наблюдения стоят дороже, чем в Китае. Хотя я не уверен, что качество у них будет лучше. Скорее всего, качество будет такое же, но цена вот дороже. Поэтому хочу еще одну заказать, глянуть вообще, что там и как. Вот. Ну, а на этом все. Такой вот обзор. Ну, все. Вы качество видели сами, а дальше уже, если думаете заказать себе такую камеру, то решайте, устраивает вас или нет. В принципе, для того, чтобы просто увидеть, что там делается дома. Или где-то рядом с домом, например, если она будет смотреть на улицу. В принципе, увидеть можно. Ну, то, что она будет немножко нечеткой или даже немножко, но это уже другой вопрос, конечно. Но увидеть именно, что делается, можно. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok